У нас сегодня новая дедельная глава, называется она Эмор. «И сказал Бог, обращаясь к Маше, скажи воинам, сынам Агарона, и скажи им, никто из них да не осквернится прикосновением к умершим из народа своего, только ближайшим родственникам своим, матери своим, отцом своим, и сына, и дочери своим, и братом своим, и сестрой своей девице близкой к нему не бывшей замужем, можно ему оскверниться». Это означает, что Коэн не может похоронить никого, кроме ближайших родственников. Даже сестру и то, если она девица не замужем, может только хоронить. А если она уже замужем, он даже ее не может похоронить. Настолько это строго. «Да не осквернится муж в народе своем, чтобы стать ему нечистым. Да не делают они плеши на голове своей, и края бороды своей да не обривают, и на теле своем да не делают надреза». То есть то, что делают язычники, мы делать не можем. «Святы должны быть они всесильному своему, и да не оскверняют они имени всесильного своего, ибо огнепалимые жертвы Богу, хлеб всесильному свой приносят они, и потому должны они быть святы». Гуины не ходят на кладбище. То есть если только от ближайших родственников, все так они на кладбище не могут заходить. Даже и в наше время так. «Блудницу обесчищенную нельзя им брать в жены, и жену, отверженную мужем, своим нельзя им брать, так как свят он сильному своему». Единственное, что разрешается, — жениться на вдове. И в пророке мы находим, что это вдова Коина. Но Тор об этом не пишет. Это значит, что в то время, когда были пророки, когда это написано, может, относится только к тому времени. Так, говорится, Коин на вдове жениться может. «И ты освети его, ибо хлеб всесильному твоему приносит он в жертву. Свят да будет он у тебя, ибо свят я Бог, освящающий вас. И если дочь Коина сквернит себя блудодейством, то отца своего бесчестенна в огне да будет сожжена». В общем, если это дочь Коина, не особое требование. То есть, если за прерыводеяние допустим, положено какая-то смерть, и 4, допустим, это утушение. А в данном случае сожжение, вторая по тяжести, это идет казнь после побиения камня. Так вот. И приводят намудрецы в ситуацию, когда Ягуда говорит, что невестку его, Тамар, надо сжечь, потому что она развратничала, она была вдовой, должна была находиться вдовой, вдовой в доме отца своего. Он тогда не дал ее своему сыну в Шеве, и она получила пророчество, что от нее произойдут цари, в общем, она притворилась блудницей, и Ягуда счел ее за блудницу. И он с ней переспал. Но она так все обставила, что она замуж выходила. Это он думал, что он идет блудницей. И когда выносили решение, что с ней делать, Ягуда говорил сжечь, но Раша пишет, что это не было так просто. Пишет, что был Бейдин, Яков, Ицхак и Ягуда, и они постановили, так как она дочь Коэна, Тамар, то ее надо сжечь. Кто такой Коэн? Кто же был такой, такой у нас? Появили столько. После того, как мы вышли из Египта, то пишется, что Тора называет Коэном Шема, сын Анааха, Малкицедек. Он Коэном, благословил, тогда была Свея Наврам, Богом сильным. Это мы с вами знаем и была Свея Наврам. В общем, сначала была Свея Наврам, а потом Всевышнего. И Всевышнего забирает Коэн, значит, она родилась тогда, когда еще Шем был Коэном. В общем, поэтому решено было ее сжечь. Вот так. Ну, мы знаем, что произошло дальше. Действительно, от нее пошел рот Давида, Давид сын Переца и так дальше. В общем, особое требование идет Коэн. Коэн же выше из братья своих на голову, у которого взглято масло для помазания, который пополномочен облачаться в одежды для служения, волос головы своей да не растреблет и одежды да не распарывает. И никому, кому умершему не должен подходить, даже отцов своим и матери своей не должен он осквернять себя. И из святилища нельзя ему выходить, дабы не бесчестье святилище всесильного своего, ибо венчание маслом для помазания всесильному его на нем. Я Бог. Он девственницу в жены брать должен, вдову или отверженную, или обесчеченную, или блудницу нельзя ему брать, а лишь девицу из народа свое должен брать в жены. И нельзя ему бесчестьить потомство в народе своем, ибо я Бог, освящая его. Чем первосвященник может жениться только на девственнице, никакой вдовы только от девственницы должна быть. И на кладбище он вообще не может заходить, даже хоронить ближайших родственников. Потому что он обязан быть на службе все до одного дня, и нет у него перерыва. Настолько это все непросто. Первосвященник не может оторваться никуда. Он и утром, и вечером должен быть в храме. Он должен утром поджигать смесь благовоний, и вечером перед тем сжечь минору на ночь поджигать смесь благовоний, и вообще выполнять всю работу. которую на него положил он. Поэтому он не может. И даже там такие правила, что если у него есть первосвященник, и, не дай Бог, он заболел коином, и первосвященник становится на место, то первосвященник может быть на месте главного коина страны только один раз в жизни. Вот он побыл коином, пока болел первосвященник, и после этого уже никогда не может стать первосвященником. И говорил Бог, обращаясь к Маше, так, скажи Агарону так, никто из потомства твоего, во все поколения игу, которого будет вече, не должен подходить, чтобы приносить хлеб всесильному своему. Пусть никто, у кого вече не подходит, ни слепой, ни хромой, ни плосконосый, ни уродливый, ни человек, у которого перелом ноги, или перелом руки, или горбатый, или с язвой глаза, или бельбом, или на глазу, или с коростой, или с паршой, или с поврежденными ядрами, или человек из рода Огрона Коина, у которого вече не должен подходить, чтобы приносить огнепалимое жертву Богу. Увечен он, и хлеб всесильному, сильно своего может приносить он. Хлеб сильно своего святая святых, и святого может он есть, но к завесе нельзя ему подходить, и к жертвнику нельзя ему приближаться, ибо увечен он. То есть он не может подойти ни к храму, ни к жертвеннику, и подойти к умывальнику живомыться тоже не может к этому подойти. А вот пишется, что если он обучает поинов или дрова проверяет, чтобы не были червивые, все это можно. Но к завесе нельзя ему подходить, и к жертву нельзя ему приближаться, ибо увечен он, не должен он бесчестить святынь моих, ибо я Бог, освящающий их, и сказал Тамаши Агрону, и сновьям его, и всем сынам Израиля. И Гаврил Бог обращается к Машеттам. Скажи Агрону, и сновьям его, пусть осторожно обращаются они со святынями, посвящаемыми мне сынами Израиля, чтобы не бесчестили святого имени моего. Я Бог. Скажи им, во все поколения ваши, всякие из потомства вашего, если приблизиться к святыням, которые посвящаются на Израиля Богу, когда нечистота его на нем, то отторнута будет душа та от меня. Я Бог. Не лечить человек из рода Гарона, который поражен проказой, или плоти иссякает слизью, не должен есть святыни, пока не очистится. А человек, который прикоснется к нечистому, от мертвого, или к человеку, у которого случится излияние семени, или человек, который прикоснется к какому-либо гаду, от которого станет он нечист, или к человеку, от которого станет он нечист, по всякого рода нечистоте его. Тот, кто к нему прикоснется, нечист будет до вечера. И нельзя ему есть и святынь, пока не омоет тело своей водой. И когда зайдет солнце, и он очистится, тогда, может, он есть и святынь, ибо это пища его. И мертвичины, не растерзанно зверем, не должен он есть, чтобы не оскверниться. Я Бог. Да соблюдают они мое предостережение, чтобы не понести на себе греха и не умереть от него. Если нарушат это, Я Бог, освещающий их. То есть, если человек нарушает кашрут, да, это плохо, но смерти его за это не предают. А тут получается, что если это коин, то может и так закончиться. И никакой посторонний не должен есть святыни. Жилец коина и наемник не должен есть святыни. Если же коин приобретет себе человека, купив его за серебро, то он, человек этот, может есть из нее, и домочадцы его могут есть из хлеба его. А если дочь коина выйдет замуж за постороннего человека, то есть, имеется в виду, не коина, то нельзя ей есть из святого приношения. Но если дочь коина вдовеет или станет разведенной, детей нет у нее, и возвратится в дом отца своего, как в юности своей, то может она есть хлеб отца своего. Никому же постороннему нельзя есть его есть. Или если же человек съест святыню по ошибке, то должен он добавить пятую долю к тому и отдать коину вместе со святыней. «И да не порочат святынь сынов Израиля, которые они приносят Богу, и навлекут на них провинность и грех, если будут есть святыни их, ибо я Бог, освящающий их». То есть, надо осторожно обращаться к святыням. «Принес хлеб с работы, с храма». То есть, надо смотреть, чтобы люди, которые имеют право его есть, его не поели. «И говорил Бог, обращаясь к Машеттар, говори с Огроном и сновьями его, и со всеми с нами Израилей, скажи им, всякие из дома Израиля и из пришельцев, живучих среди снов Израиля, приносящие жертву свою по каким-либо обетам своим, ибо-либо в добровольный дар, который приносит они Богу во все сожжение, ради благоволения к вам должно быть это без порока, мужского пола, из крупного скота, из овец, или из коз. То есть, пришелец в данном случае герк. Потому что, если скажут, что пришелец – это человек, который пришел просто жить из других народов, то он действительно имеет право приносить тоже жертву, но только жертву с сожжения. А тут говорится о жертве мира. Значит, это человек, который принял к ее. Вот так. «Ничего, на чем есть порок, не приносите, ибо этим не удостоитесь вы благоволения. И если человек приносит Богу мирную жертву, исполняя обед, либо добровольный дар, из крупного скота, или из мелкого скота, должна она быть без порока. Будет она принята с благоволением. Никакого порока не должно быть на ней. Слепой, или увечный, или с надрезом, или мозолистой, или скоростной, или с паршой. Таких не приносите Богу в благоволимую жертву. Не давайте их на жертву. Бока или барана, чрезмерно длинным или коротким членом можешь назначать добровольный дар. А если по обету, то не может он быть пригодным. И с ядрами, измятыми, раздвально оторванными, или отрезанными не приносите Богу. Или в стране вашей не делайте этого. И от руки чежеземца не приносите хлеб всесильному вашему. И всех таких, ибо повреждения на них порог на них. Непригодны они для вас. И говорил Бог, обращаясь к Машетта, когда родится бык, или овца, или коза, то семь дней должно пробыть животное под матерью своей. А от восьмого дня и далее будет пригодна неогреполимой жертвы Бога. С нашей мудрецой говорят, один шаббат животное должно прожить на земле. Только тогда можно его резать в жертву. Но быка или барана не режьте в один день с потомством его. Наши мудрецы Раша пишет, что написано мужского рода, быка или барана водительства потомством. Но как это возможно выполнить? Допустим, человек имеет быка, у него четыре коровы, он знает, кто отец, кто сын. А если, как у нашего прородца, якобы, сотни тысяч скота, и как можно проследить, какой баран покроет, какой овцу, и кто отец, кто сын. И Раша пишет, что, хотя написано мужского рода, надо понимать, как овцу с ее потомством. То есть, самку с потомством. Невзирая, что это мужского рода, потомство, или женского, резать не можешь. А мужского пола вместе с потомством можешь резать. Так пишет он. Это он такой, тропатиколин. А когда вы режете благодарственную жертву Богу, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день следует ее съесть. Не оставляйте от нее до утра. Я Бог. Жертва благодарственная, казалось, мы только читаем, что мирные жертвы приносим, может, есть два дня и ночь между ними. Но вот данный случай благодарственная жертва, то есть, человек благодарен, что вышел из тюрьмы живым, что море переплыл, остался живой или через пустыню прошел, вот такие примеры. И он благодарственную жертву. В общем, нужно съесть до утра. до полуночи съесть, чтобы не перепутать. Вот так вот. «Соблюдайте заповеди мои, исполняйте их, я Бог, и не бесчестите святого имени моего, чтобы осветился я среди сыновых Израиля, я Бог, освящающим вас, который вывел вас со стороны египетской, чтобы быть вам всесильным, я Бог». И говорил Бог, обращаясь к Машеттам, «Говорите нам Израиле, скажи, праздники Бога, которые вы должны называть священными собраниями, вот праздники мои, шесть дней будет совершаться работа, а в седьмой день суббота покоя, собрание священное, никакой работы не делайте, это суббота Бога во всех местах поселения вашего». То есть это самый большой у нас праздник, суббота. Шесть дней работаем, седьмой день отдаем Всевышнему, мы отдыхаем, никакой работы не выполняем, что называть работой. Это не значит, что нельзя в субботу перетончить тяжелые камни или бревна какие-то. Нет, это не будет считаться работой в субботу, а вот сварить еду или что-то шить, или что-то стирать, в общем, таких видов работ нас 39, мудрицы их учат, из строительства храма. Вот эти созидатели 39 видов работ мы не можем выполнять. А вода это работа, это можно, а вот малаха мы не можем, такие 39 малахот. Вот праздники Бога, священные собрания, которые вы должны созывать в предназначенном длик, время. Первый месяц, 14 день месяца, сумерки, Песок Бога. у нас 14 число месяца Несан, это праздник Песок, когда мы режем ягнят Песок. И в 15 дней этого месяца праздника пресновок Богу, 7 дней ешьте пресновки, то есть 7 дней праздник пресновок, 7 дней праздник Мацим. Первый день священное собрание, да будет у вас никакой работы не делайте, и приносите огнеполимое жертву Богу. 7 дней в 7 день собрания священной никакой работы не делайте. Если люди живут не в святой земле, тогда день добавляется. Получается два первых дня и два последних дня праздника Песок мы не можем работать. В середине называется полупраздничные дни, все равно работать мы не можем. Только ту работу, которая нам необходима. Можно выполнять в эти дни, но все равно это считается праздником. Делать из него будний день ни в коем случае нельзя. И говорил Бог, обращаясь к Маше так, говори с нами Израиля и скажи им, когда придете в страну, которую я даю вам, и будете жать жатву, то приносите Амер из начала жатвы вашей коину, и вознесет он Амер пред Богом вам благоволение. Во второй день празднования вознесет его коин. То есть второй день Песоха берут, срезают Амер и очменя, выполняют действия, которые Тора нам предписывает, поднимают там, в общем, взмахивают им. И отсюда у нас идет разрешение уже после этого есть новое урожай очменя. И мы считаем от этого дня, каждый день считаем 49 дней, чтобы они были полные, когда они заканчиваются, становится темно, уже наступает праздник Ташавот. И принесете в день в Инсения Мира годовалой огненкой без пороков жертву сожжения Богу. И с ним хлебный дар две десятых эйфы тонкой пшеничной муки смешанной с оливковым маслом в огнеполимую жертву Богу. Благохвание приятное Богу и возъявление вина к нему четверть гина. Это кроме всех жертв Песах вот еще дополнительный получается ягненок во все сожжения идет именно в этот день вознесения Мира. И с ним хлебный дар две десятых эйфы тонкой пшеничной муки смешанной с оливковым маслом огнеполимую жертву Богу плохого неприятного бога возъявления вина к нему четверг гина. Не хлеба не сушеных зерен не свежих колосьев не ешьте до того самого дня пока не принесете этой жертвы сильному вашему. Это вечное восстановление для всех поколений ваших Во всех местах поселения вашего. То есть мы едим пока из урожая в старый. Ну, когда уже вознеси Амир, уже можем есть одного урожая. И считайте себе, от второго дня празднования, от дня принесения вами Амира возношения семь недель, полными должны они быть. То есть полными это полностью, пока они не пройдут, праздник Пшавод не начнется. Это Пшавод наступает тогда, когда уже полностью темно, вышли звезды на небе, тогда мы начинаем праздновать Пшавод. И уже ничего никто не считает. Мы считаем только эти 49 дней. А Пшавод автоматически наступает. До дня после седьмой недели, считайте 50 дней и принесите новый хлебный дар Богу. От поселений ваших принесите два хлеба. Возношения из двух десятых частей эйфы, тонкой обшенничной муки, должны они быть квашенными. Да вот они испечены. Это первинки Богу. Приносят два квашеных хлеба. Естественно, жертвник они не пойдут. Очевидно, коины их едят. И после этого уже можно будет есть новые рожаи о пшенице. С праздника Пшавод, когда мы будем принести эти хлебы. И кроме хлеба принесите семь годовалых ягнят без порока. И одного молодого быка, и двух баранов, они будут жертвой сожжения Богу. И хлебный дар, и воздействие к ним, в огнеполимую жертву, в лохане, приятное Богу. То есть, это место немножко удивляет, пока мы не читаем комментарии к нему. Мы с вами знаем, что... На Эппенхаз написано, что мы приносим пшавод. Мы приносим два молодых пшаводка, одного барана, семь ягня, козел выречительный жертв. И мы это все знаем. А тут же пишется наоборот. Пишется, что принесешь одного быка, и два барана, и семь ягнят. Что это такое вообще? Там пишется один бык, здесь два. И пишет раши. Вот этих животных мы приносим отдельно вместе с хлебами. С этими квасными хлебами вот приносим вот этих животных. И тогда получается у нас не два быка, а три быка, не один баран, а три барана, получается, все это сложить. И огнят не семь, а четырнадцать, получается. Вот так. И при готовке одного козленка, врачительных жертву, и двух одолоков, и гнят жертву мирную, и приподнимет их коин при хлебах первого рожая, в знак посвящения Богу, с двумя огнятами, они будут посвящением Богу для коина. И продолжайте в этот день, священное собрание будет у вас. Никакой работы не делайте. Это вечное уставление во всех поселениях ваших, для всех поколений ваших. И когда будете жать жатву в стране вашей, не дожинай до края поля своего, когда жнешь, и опавший от жатвы, не подбирай. Бедному пришельцу оставь это. Я Бог всесильный ваш. И говорил Бог, обращаясь к вашей так. Так скажется нам Израиля. В седьмой месяц, первый день месяца, пусть будет у вас покой, напоминание о трубном звуке. Священное собрание. Никакой работы не делайте. И приносите огнеполимые жертвы Богу. Это у нас праздник называется Рошашана. Полова года. И говорил Бог, обращаясь к вашей так. Но в десятый день седьмого месяца этого, день искупления, священное собрание будет у вас. И смиряйте души ваши. И приносите огнеполимые жертвы Богу. Смиряйте души ваши, мудрецы. И говорят, что это пуст. Ниакой работы не делайте в этот самый день. Ибо этот день искупления, чтобы искупить вас пред Богом всесильным вашим. А всякая душа, которая не смирит себя в этот самый день, а торнута будет от народа своего. И тот, кто будет делать какую-либо работу в этот самый день, истреблю я души его и среды народа его. Никакой работы не делать. Это вечное уставление для всех поколений ваших, во всех поселениях ваших. Это суббота покоя для вас. И смиряйте души ваши в святый день месяца, вечер от вечера до вечера, соблюдайте покой ваш. То есть, такие же законы, как в субботу, в эту субботу, суббота-суббот. Вот. Ёмки-пур считается тоже к субботой. Так, что у нас еще за Ёмки-пур? Десятый день, это у нас. Значит, с девятого. Тишли до десятого. Тишли, это больше, чем 25 часов даже. Мы не можем ни пить, ни есть. Вот так. И если за заповеди повелительные Всевышний сразу прощает, когда человек раскаивается, придет жертвы, ему прощается. Заповеди, которые отвечают на вопрос, сделай. А вот за заповеди, которые говорят нам, не делай, это запреты. Всевышний, когда мы раскаиваемся, оттягивает наказание до Ёмки-пура. А в Ёмки-пур прощает. Вот так. После Ёмки-пура грехи с нас даже такие снимаются. Все зависит еще от того, как мы раскаивались. И говорил Бог, обращаясь к Маше, так. Скажется нам, Израиль, так. В 15-й день седьмого месяца это праздник Суккот. Семь дней Богу. Первый день священное собрание, никакой работы не делайте. Семь дней приносите огнеполимой жертвы Богу. Восьмой день священное собрание будет у вас. И приносите огнеполимой жертвы Богу. Правительное собрание, это никакой работы не делайте. Вот праздники Бога, которые вы назначите для священных собраний, чтобы приносить огнеполимые жертвы Богу. Жертвы сражения и хлебный дар. И жертвы, и возлияние каждое в свой день. Сверхсуббот Бога, и сверхдаров ваших, и сверхсех обетов ваших, и сверхдобровольных даров ваших, которые будете вы приносить Богу. Но в 15-й день седьмого месяца, когда собираете вы плоды земли, празднуете праздник Бога семь дней. В первый день покой, и восьмой день покой, и возьмите себе в первый день плод дерева великолепного, это и трох, и с хорошим запахом, и с хорошим вкусом. То есть соответствует праведникам. Ветви пальмовые, то есть прекрасный вкус, запаха никакого финики. В общем, финиковая пальма соответствует средним людям. И отростки дерева устариственного, это мир. У него прекрасный запах, вкуса никакого. Тоже средним соответствует. И вербричных. Ни запаха, ни вкуса. Соответствует грешникам. И радуйтесь перед Богом всесильным в вашем семь дней. То есть мы берем вот эти все четыре растения, и соединяем вместе. Всевышний хочет, чтобы все мы были вместе. И в Москве, и теми россия, как рыцарь копьем после победы, в общем. И это у нас очень хороший праздник. Радуйся перед Всевышним все вместе. И празднуйте этот праздник Богу семь дней в году. Это вечное восстановление для всех поколений ваших. В седьмой месяц празднуйте его в шалашах. Живите семь дней. Каждый житель страны в Израиле должен жить в шалаше. То есть не так, как где бы вы ни жили, вот кровь выливайте на землю, где бы вы ни жили. А здесь в Израиле должен жить в шалаше. И, конечно, ставят шалаши по всему миру. И по возможности спят в шалашах. Если человек может простудиться, это не нужно делать тогда. Не обращайте праздники, здоровье портит Тора не требует. Так вот. Но здесь люди говорят, что если ешь в шалаше, то считаешь, что ты в нем не живешь. И едят люди в шалаше в эти не хлеб, не мезуно, только в шалаше. Дабы знали поколение ваше, что в шалашах поселил я сыновь Израиля, когда вывел их из страны Египетская. Бог сильный ваш. И объявил Маше о праздниках Бога сынам Израиля. И говорил Бог, обращаясь к Маше так. Помилится нам Израиле, что мы не доставили тебе чистого оливкового масла, выбитого для освещения, чтобы выжигать светильник, горящий постоянно. Значит, светильник, который в храме горит Минора, мы для него готовим специальное масло. это оливки, которые растут на вершинах деревьев, они самые близкие к солнцу. Давим первые капли, собираем, и для Миноры именно такое масло нужно. Основное масло годится для всего, для хлебных приношений, это все разрешено. Но для Миноры особо чистое. Вне завесы святилища, шатре откровения, должен ставить его огорон от вечера до утра пред Богом всегда. Это вечное установление для всех поколений ваших. На Миноре чистое расставит он светильники пред Богом всегда. То есть светильник он сжигает с вечера до утра. Вот так. И возьми тонкой обширистой муки и из пяти из нее двенадцать хлебов две десятых эйфы пойдут на один хлеб. и положи их в два ряда. По шести рядам под шести в ряд на чистом столе пред Богом. Тоже можете такое, если мы берем два омера на один хлеб, можете описать размер хлеба, когда в одном омере пишут ему до лица два килограмма семьсот тридцать грамм. Есть такой комментарий. Есть что это три целых девять десятых литра. Можете представить какой хлеб получится из двух таких мер весов. Огромный какой. Говорят, что это вообще был опресноке это были мотца. Как он удалось успеть быстро такой хлеб, трудно себе представить. И что он еще поместился на таком маленьком столе. Это размер стола два локтя на локоть. 50 сантиметра на метр это грубо. И 12 львов в два ряда поместились. Это трудно себе представить. И положи на каждый ряд чистой ароматной смолы и будет это при хлебе в память в огнеполимую жертву Богу. В каждый день субботний следует раскладывать их пред Богом постоянно. Это от снов Израиля вечный союз. И будет это для Гарона и Сновееву. И они должны есть его на святом месте, ибо это святая святых для него. Из огнеполимых жертв Богу вечное установление. И вышел сын израильтянкин. Он же сын египтянина в среду сынов Израиля. И поссорились с Таней. Это сын израильтянки, с израильтянином. И оскорблял сын израильтянки имя Бога. И проклинал и привели его к Маше, а имя матеря Шуламид дождь еврей с колена Дана и посадили его под стражу до объявления им решения по слову Бога. Наши мудрецы говорят, у Аверама из колена Ягуды была жена. Звали Шуламид. Всем она говорит Шалом, так приветствовал. Он был еврейским надсмотрщиком. Работали у египтян в Египте. Пришел египетский надзиратель гнать его на работу. А она ему говорит Шалом. Он подумал, что она хочет с ним переспать. Погнал мужа на работу, сам пришел домой. Она думала, что это мужа пришел, в общем, она с ним переспала. И потом, когда пришел Аверам, он понял, что произошло. А по законам Египта это делать нельзя. И он боялся, что его фараон за это казнит. Этот надзиратель египетский. И он решил забить Аверама насмерть, чтобы это не стало дальше известно. И тогда рассказывал, что Маше увидел, что египтянин избавляет еврея, и он убил египтянина, скрыл труп в песке. В общем, мы это с вами уже много рассчитали. Но родился от этой связи родился мальчик, которого здесь называют сын израильтянки, уже сын египтянина. и он хотел поселиться в пустыне в том месте, где находилась колено Дана. Сказал, что моя мама из колено Дана, я буду здесь жить. А израильтянин пришел, говорит, нет, ты не имеешь права здесь жить, потому что ты не из колено Дана. Ваши колено падают. В общем, они ссорились, и начал этот сын египтянина, начал оскорблять имя Ашема, ну и Маше не знает, что делать. И говорил Бог, обращаясь к Маше так, выведе проклинающего за пределы Стана, и возложит все слышавшие руки свои на голову его, и забросает его камнями все общество. А санам Израиля скажет так, всякий, кто будет проклинать всесильного своего, понесет грех свой, и оскорбляющее имя Бога смерти будет предан. Камнями забросает его все общество, как пришелец, так и житель страны, оскорблявший имя Бога смерти будет предан. А человек, который лишит жизни другого человека, смерти будет предан. Если кто-нибудь убьет скотину, должен заплатить за нее, животное за животное. А человек, который нанесет вещи ближнему своему, как сделал он, так пусть будет сделано с ним. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, какое вещи нанесет он человеку, такое же должно быть нанесено ему. И убивший скотину, должен заплатить за нее, а убивший человека, смерти будет предан. Закон один будет у вас для пришельца и для жителя страны, ибо я Бог всесильный ваш. И сказал это Маше сынам Израиля, и вывели прокляющего за пределы стана, и забросали его камнями, и зели сыны Израиля, как Бог повелел Маше. На этом глава Морз заканчивается. Кто хочет что-то рассказать, спросить, не ссидяйтесь, пожалуйста. Читаем Хафицхайм. Хафицхайм любит и делает добро, ежедневно уроки в умении давать. Рокера Фишера Шехтера по книгах Хафицхайма Гавад Хэссет перевел на русский язык и далее Спиннадель. День 17. 17-я Тишеля, 17-я Ниссана. Гавад Хэссет, раздел 2, глава 5. Дети добра. Как Маше вдохновился словами, которые услышал, проходя мимо дома учения, так и я постараюсь сегодня услышать и запомнить знаки вокруг меня, которые призывают к Хэссету. Есть люди, которые, несмотря на постоянные усилия и молитвы, не благословлены детьми. Они могут считать, что уйдут в будущий мир, ничего за собой не оставив. Хафицхайм рассказывает историю об Альшем Тове. Она демонстрирует, как добрые дела человека в течение жизни могут создать для него самое лучшее и любящее семейство, которое только можно представить. Бальшем Тову приехала бездетная пара и он пригласил их сопровождать его в отдаленную деревню. Там стал спрашивать всех детей одного за другим, как тебя зовут, и почти все мальчики отвечали Маше, а девочки двора Лея. «Я объясню, почему так», рассказал Бальшем Тову. «У пары из этой деревни, Маше и двора Лея, не было детей. Однажды, проходя мимо Бейтмик Тардаша, Маше услышал, что тот, кто учит ребенка Тори, как будто родил этого ребенка». Маше побежал к жене с этой идеей. В их деревне не было хорошего учителя Торы. Родителям приходилось брать Ребе, который, согласившись приехать, и нередко они так учили детей, что приносили больше вреда, чем пользы. А Маше с женой создали в деревне недвижащую систему обучения Торе. Наши лучших меломедим учителей и прилично платили. И так обеспечили хорошим образованием всех детей в деревне. Теперь каждый ребенок становился их ребенком, и они начали смотреть за другими их нуждами. Одним семьям давали деньги на ведение хозяйства, другим на свадьбы. все, что родители дали бы своим детям. И вскоре горожане увидели, как прекрасное поколение детей, которым они помогают. Это проявлялось в детской любви образование. Когда они ушли в иной мир, чувства, которые к ним испытывали жители, их поселения, выразились в необычной форме. Почти всех детей, рожденных в этом году, стали называть в честь почетных дедушки и бабушки, ибо их бесконечная любовь и забота привела детей этого места к жизни по Торе и заповедям. Теперь позвольте спросить, сказал Большим Толк, была эта пара бездетной или у них было больше детей, чем у кого-то еще? На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем браха Парнасакова нам мазал то, что мы этот час не грешили и изучали Тору. Всем всего самого наилучшего. До встречи в четверг. Были наверное в час дня. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Пожалуйста, Сергей. Всего хорошего.